Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, записываю видео поздно, извиняюсь, никак не получилось. Раньше была очень сегодня занята, но так как обещала вам записать, записываю видео. Вы очень многие, мои дорогие новички, мои подписчики, просят «Лена, ну расскажите, как начать, с чего начать, кето, мои дорогие». У меня и много видео на эту тему. Ну, конечно, не очень хочется идти что-то искать, хочется послушать на сегодня, на сейчас, поэтому я решила записать небольшое видео и коснуться опять этой же темы, с чего начать. Мои дорогие, я много раз вам говорю, что начать надо, в первую очередь, с веры в себя. Если вы верите, что у вас получится, если у вас есть огромное желание, вы понимаете, что у вас сейчас такая ситуация, ну просто необходимо похудеть, как вот было у меня. У меня не было пути назад, я знала, что надо срочно что-то делать, иначе ничего хорошему это не приведёт. Поэтому самое главное – поверить в себя, что всё у вас получится. И я говорю, я очень часто и многим говорю, мои дорогие, что ни один вид питания не должен напрягать. Если вы, вот сейчас, ну такая волна пошла моды в кето-питании, все понимают, что на кето действительно очень хорошо худеется, человек оздоравливает, получается большую энергию. Это всё правда, проверено на себе. Я безумно люблю кето-питание, свой образ жизни, это будет теперь на всю оставшуюся жизнь. Но, мои дорогие, мы все настолько разные. Ну вот кому-то то, кому-то это. Надо индивидуально подбирать. Не надо вот, вот я пошла на кето, да. А потом в итоге срывается, говорит, вот это не моё, это такая дрянь, это так плохо. Я бы в первую очередь вам всем порекомендовала, тем, кто желает перейти на кето, как говорится, сядьте с холодной головой или с холодным сердцем, уж не помню как, то почитайте, почитайте хотя бы маленько, либо послушайте, что можно и что нельзя на кето-питании. Чтоб вы понимали, от каких продуктов вам придётся отказаться. И спросите у себя, а силю ли я, смогу ли я отказаться от того ли этого. Там, ну так глобально, мы считаю, урезаем полностью углеводы. У нас не будет фруктов, у нас только ягоды. И то желательно не сразу на кето-питании, да. Поэтому первое, что вы должны понять для себя, сможете ли вы придерживаться такого вида питания, где запрещены фрукты, где запрещены каши, где запрещены макаронные изделия, все сахара, все мычные изделия. Вот чего начать, как чего начать. Вот многие, Лена, как чего начать? Понять, понять себя, спросить себя, свой организм, а смогу ли я придерживаться этого вида питания, которое при кето. Вот когда я начинала, да, я сразу, когда увидела, во-первых, мне очень понравилось сразу интервальное. Я же про интервальное сначала узнала. И то, что большой перерыв, что не надо завтракать. Вот я говорю, я когда читала, я много раз вам говорю, я читала, и мне казалось, что писали прямо для меня это интервальное, что, ну, я не люблю и не любила никогда с молодости. Меня мама ругала, что я не любила завтрака. Для меня завтрак – это были просто вилы. Никогда. Хотя вот говорю, мы, помню, с детства нас мама обязательно кашки утром. Это вот, это было для меня вот целое политическое дело. И когда я узнала про интервальное, что чем дальше мы передвигаем наш завтрак, тем быстрее худеем. Я вот это вот сразу вот поняла, что это моё-моё. Так же и вы должны прочитать, понять. Вот, какие-то питания. Так, не от круп придётся, любимых, отказаться. От картошечки, от свеколочки с борщом, да? Допустим, от круп, от какого-то плова, да? Вы должны понять. Вот вы меня спрашиваете, с чего начать? Спросить у себя, мои хорошие, смогу ли я? Смогу ли я отказаться от тех продуктов, которые я очень люблю? Бывают люди, которые вот, ну вот, примерно как я, которые... У меня вот много, вот недавно у меня Марина писала, она говорит, Лена Михайловна, у меня как у вас. Я не люблю крупы, я не люблю ранние завтраки, я не люблю... Вот я тоже не очень картофель, да, допустим. И она говорит, поэтому мне это было несложно. Почему мы говорим, что кето лучше работает при интервальном, если в связке? Действительно, многие кетозники придерживаются ещё и кето. Хотя вы можете использовать либо кето, либо интервальный. Худеть вы будете и на кето, и просто на интервальном. Просто не такой, может, интенсивностью. Почему быстрее худеют люди, которые в связке интервальной и кето-питании? Вот тут идёт процесс быстрее. Это, честно, положа руку на сердце и на собственном опыте. Я знаю, что когда придерживаются кето-питания и присоединяют интервальное, то, конечно, худеется быстрее. И когда передвигается завтрак, ну, процесс идёт лучше. И оздоравливается лучше организм, и худеется быстрее. Но всё индивидуально. Интервальное тоже можно. Потому что для многих завтрак – это как очень наш. Поэтому я считаю, что ломать себя нельзя. Хотя моя убеждённость и по собственному опыту, что действительно, чем позже мы передвигаем свой завтрак, тем лучше. Но если вы не способны, не можете, не хотите, не желаете, для вас это очень важно – завтракать, пожалуйста, тогда интервал делайте, допустим, с 8 до 4, или с 9 до 5 и так далее. Вариантов очень много. Но первое, что вы, мои хорошие, вот вы все спрашиваете, «Елена Михайловна, ну подскажите, как начать?» Ну, начать можно, мои хорошие, легко и просто. Почитать, посмотреть. Ну, просто возьмите вот разрешённые, запрещённые продукты и спросите у себя, смогу ли я отказаться от того-то, того-то, того-то. Если сможете, так welcome, welcome. Всё получится, я вас уверяю. А если вы понимаете, что нет, это не моё, так зачем себя мучить? Прямо вот нельзя ломать себя, нельзя вот насильно всё через силу делать. Когда делаете насильно, через силу, срыв, зажор, это не заставит себя долго ждать, и вы потом разочаруетесь в этом видеопитании. Видов питания очень много. И не обязательно это, допустим, кето, там, палео или ещё какое-то. Я, конечно, могу вот бессумно долго влюблённое в своё кето-питание рассказывать, рассказывать и рассказывать. Я на собственном опыте, с кучей болячек, с трёхзначной цифрой, что 2-200, похудела за год на 35. Все, кто меня смотрит с первого дня, знают, что это так и есть. Я показывалась с каждого воскресенья в полный рост. Вы видели, какая была шарик-лошарик. И это работает. Так это работает ещё так, что не только вы худеете, вы же ещё оздоравливаете свой организм. Поэтому, мои дорогие, когда вы спрашиваете, как начать, спросить надо в первую очередь вам самим у себя. Хотя, прочитав, я очень много оставляла вам ссылок на видео Колесниковой Марины Игоревны, где она рассказывает разрешённые, запрещённые продукты. Я просто список под видео оставляла разрешённых, запрещённых. Вот вы просто вот хотя бы с мелочи с этой начните, посмотрите. А сможете ли вы? Если сможете, то у вас всё получится. А если вы понимаете, что для вас это будет напряг, лучше не начинайте, не мучайте ни себя, ни свой организм. Похудеть можно либо на кето, не подключая интервально. Можно подключить интервально, не подключая кето. Вариаций очень много. Я всегда говорю, если вы будете ориентироваться на свои ручки, вы никогда не будете перебирать своих калорий. Только ваши ручки, потому что наши ручки, и у каждого они тоже разные. Не важно, какой вид питания. Если вы даже на кето переходите, вам сложно с калориями. Вы спрашиваете, не могу, не понимаю, но ориентируется на руки. Я часто вам говорю. Если вы поняли, да, кето я смогу, но не буду считать. Пожалуйста, ручки. Первое – это кулак. Всегда повторяю. Второе – это ваша ладошка. Вот это место без пальчиков. Мои хорошие, без пальчиков. И две вот эти ладошки – это ваш салат. Все так легко и просто. И когда, говорю, вы спрашиваете, но мне хочется всем вам крикнуть. Девчонки, мальчишки, спросите в перочке себя. А потяните? Если вы понимаете, что для вас это не будет сложно, что вы можете отказаться от того, от этого, этого придерживаться, так только вперед, и все получится. Если понимаете, что пакета у вас с какими-то продуктами вы не сможете расстаться, ну, используйте одно интервальное. Вы все равно будете худеть не так быстро и эффективно, но будете. И я очень надеюсь, вот сегодняшнее видео, да, я уже в сотый раз, вот, девчонки Галя, Марина, Светлана, Людмила, Оксана, кто там у меня еще, Оля, спрашивают, Елена Михайловна, ну, с чего начать? Девочки мои, красавицы, начните с того, что спросите, а смогу ли я отказаться от этого, этого и этого? Если сможете, я вас уверяю, у вас все получится. Ну, а если вы понимаете, что нет, я тоже вам говорила вариант, подключите только интервальное, придерживайтесь только интервального, и вы все равно похудеете. А ориентир, чтобы не перебрать в калории, ручки ваши, ну, по-моему, девчонки, я уже, вот, знаете, по сотому разу это объясняю, мне очень хочется вам всем помочь, мне очень хочется подставить всем вам плечо, и очень хочется, чтобы вы все были стройные, красивые, а главное, здоровенькие. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда, даже если с опозданием. Кто зашел и еще не подписан, не забудьте подписаться. А все, мои дорогие, не пожалейте, поставьте лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.